ребятушки всем привет всем доброе утро кто только проснулся как и я сижу в полу в полумраке не люблю когда просыпаюсь не люблю яркий свет включила маленькую лампу сделала себе чай растрепанная на полу сонная но какая есть сижу завтракаю моего мужа угостили кто-то на работе пару дней назад угостила его вот такой вкусный интересно кто его там угощает а какие поклонники или поклонницы это мне интересно это нужно разузнать вот такие ему печенюшки дали 33 печеньки вчера одну с половиной силой сегодня у меня на завтрак одна печенюшка с половинкой но это такая вкуснятина такие треугольнички сверху посыпаны с сахаром с изюмом с cranberries как называется скажите подскажите ребятки забываю мне уже легче по-английски сказать чем по-русски вот эти cranberry как называются ягодки подсказка клюква вот вспомнила не прошло и полгода такие печеньки у меня на завтрак у меня муж не любитель такого он у меня сладкая как-то не не очень я обожаю вот такой меня завтрак и сегодня сегодня я бросаю мужа и уезжаю вчера с работы меня может он там рядом мы оба на манхэттене работаем он недалеко от меня работал вчера говорит у меня есть свободное время я тебя подвезу к метро у меня от работы это наверное единственный минус в моей работе что от метро ну нужно пройтись хороших наверно минут 15 знаете когда хорошая погода то это в удовольствие но когда после девяти десяти часов на ногах и холодно или дождь конечно это не очень в удовольствие поэтому он говорит холодно у нас вчера холодно было мороз такой уже в нью-йорке он горит я тебя подвезу к метро ну хорошо и я ему вчера машине говорю я тебя завтра бросаю мне нужно по делам я я с тобой хочу по делам он мне говорит я говорю но это мои дела я не могу ему сказать что внешему подарок нужно купить я же не хочу чтобы он видел какой ему подарок покупаю на рождество мы уже поставили елочку купили все-таки елку кстати елки такие дорогие мы купили маленькую но маленькая она подходит именно это так идеально этот размер подошел в наш интерьер в нашу квартиру и под елочку же уже начали подарки складывать но подарки куплены не все у меня подарок не куплен мужу у меня подарок сыну не не куплен очень надеюсь что он на рождество будет у нас но мне хочется знаете мне хочется в этом году чтобы много было подарка не там по одному подарку каждому человека а много разных каких-то подарочков поэтому сегодня бросаю мужа и еду целый день проведу вообще люблю знаете хочу вам сказать иногда люблю мне кажется каждый человек иногда любит проводить время в одиночестве мне иногда очень нравятся такие мои поездки на целый день я где-то там обедаю где-то кофе пью ну конечно же мне сегодня будет целый день посвящен шопингу рождественскому шопингу у нас сегодня 8 градусов тепла вчера позавчера было холодно морозить прямо было сегодня посмотрела в окно солнышко светит погодка идеальная для моей сегодняшней прогулки так куда я еду еду в мол у нас конечно очень много молов в нью-йорке еду в один мол мы не часто там бываем и кстати зря он такой классный там столько всяких разных магазинов мы с мужем там были мы были сколько на на три дня назад столики мы два столика все-таки купил муж столики какие хотел я вам покажу и купили сейчас вам покажу что мы купили представляете ребятки приехали домой я в магазине без очков было купили вот такую красоту муж купил он кстати он платил своей карточкой я надеюсь что сегодня мне вот эту вот тарелку обменяют смотрите какая красота мы увидели когда как-то мы были а на кофе ходили тоже пару дней назад мы увидели в нашей пекарне мы и очень любим красивые печеньки они уже делают к рождеству зеленые и красные печеньки муж говорит давай купим такие на рождество смотрите какую тарелку классно купили в этом магазине где мы были в моле но приехали домой представляете она вот немножко здесь над видите над щерблена я я вообще по натуре перфекция не знаете есть такое слово знаете кто кто эти все должно нас говорят perfectionist все должно быть perfect вот это я муж говорит да ладно что там немножко я тебе закрашу лаком не надо мне закрашивать ему даже не сказала что я буду эту тарелку меня я не могу меня вообще вот в квартире вы не найдете что там где-то над над щерблена или на 1 битая для меня это все это сразу идет в мусорку вот девчонки кто кто такой же как я скажите или вам все равно что где-то чашка или тарелка набита я не мог для меня это абсолютно неприемлемо поэтому тем более если только что купили что-то и вот но я не увидела наверное без очков было в магазине я не увидела вот этот маленький маленький скол мне сразу сразу нужно это поменять там много таких тарелок там но мне именно понравилось вот это вот расцветка не знаю найду ли я такой если не найду мне лучше поменять на другую на друг на другой цвет но чтобы она была идеальная вот это для меня конечно это видите совсем маленьком так что обменяется тарелку сейчас просто что с собой тащите и еду на автобусе знаете даже как-то вот на автобусе я часто не езжу но мне как-то даже интересно я настолько уже привыкла и устала от метро что иногда даже интересно проехаться на автобусе сегодня мы с вами покатаемся на нью-йорк сам нью-йоркском автобусе так и чтоб а поменяю эту тарелку обязательно и подарок что планирую посмотреть мужа во первых хочу ему обувь эти кроссовки найки он меня обожаю него целая коллекция найки я уже знаю как о какого цвета хочу и очень надеюсь что я найду сегодня эту сковородку муж у меня хочет найти такую сковородку которая это конечно будет тяжело наверное ее найти на на интернете наверно посмотрю в этом магазине у них там большой отдел со всеми этими сковородками и кастрюлями он хочет сковородку он сам любит делать эти сэндвичи сковородка которая вот так знаете закрывается и делает такие плоские плоские сэндвич они у нас называются по ними я очень хочу купить ему такую сковородку в подарок я знаю что его такой подарок обрадует все многое говорю нужно ехать поехали автобус где-то я посмотрела уже по навигатору мне не нужно идти на дальнюю остановку автобус останавливается прямо у нас возле дома и ехать мне до этого мало всего лишь тридцать девять минут поехали денек у нас сегодня просто шикарный тепло по маму я даже тепло оделась и шапку отделай курточку теплую может быть буду кстати возвращаться вечером будет прохладнее денек замечательный солнечно ветра не тепло а я иду на остановку вот прямо за углом автобусная остановка а вон по моему и автобус 47 так успею я или нет нет не успеем моему же остановился ладу подождем с вами другой автобус да уже уехал не успела но они так часто ходят они по моему каждые 10 минут ходят вот мой автобус уехал до посмотрела по расписанию 10 минут через 10 минут следующий автобус вот моя остановка хочу вам показать какая красота здесь декабрь месяц а в нью-йорке цветочки растут и цветут что это за цветы я не знаю петушки наверное не знаю ребятки не разбираюсь цветах подскажите кто знает какая красота правда у нас ходят точно по расписанию прошло 10 минут и вот мой автобус мой навигатор говорит что ехать не 26 остановок но они такие короткие проблема в том что остановки видите не написаны ни на знаках не в автобусе я первый раз еду этим маршрутом не знаю где мне выходить доехала я без проблем эти остановочки такие коротенькие были я даже водителя не спрашивала сама разобралась где мне выходить тем более мол из окна этот увидела вот какие магазины здесь и джим x мой любимый homes good homes good это где мы покупали эту тарелку пойду сегодня погуляю по этому молу потому что вот еще одна причина почему не люблю ездить с мужем потому что муж мой погуляет полчаса потом все поехали домой сегодня у меня будет время я здесь погуляю посмотрю какие здесь магазины пока я собиралась одевалась пока доехала я уже проголодалась решила перед шопингом зайти подкрепиться чтобы не на голодный желудок гулять решила взять себе сэндвич это я в собой очень популярны у нас такие сэндвичи беру с индюшкой сыром и вот можно на любой вкус выбрать вот такие вот топпинг я обязательно добавляю сэндвичем жарок гулять они ура сыркой отдельно и вы можете добавить What do you have? Give me... Give me that roasted garlic aioli. Extra. That's it. Thank you so much. And a cup of coffee. To stay. Black coffee. No sugar. Half and a half. Extra. Я в кафешке одна. Вообще ни одного человека нет. Взяла себе кофеек. Чтобы силы у меня были на шопинг. Кстати, кофе невкусный. Она делала из машины. Этот, который, знаете, свежезаварной кофе. Абсолютно невкусный. Но ладно. Не будем на это обращать внимания. Не будем из-за этого расстраиваться. И давайте попробуем сэндвич. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Надеюсь, сэндвич будет вкуснее, чем кофе. У нас такие сэндвичи очень популярные. Так, это все выглядит. Приятного мне аппетита. Сэндвич просто обалденный. Вот этот соус, который я попросила, чтобы она полила. Такая вкуснятина, ребят. Сто лет не ела сэндвич саббэй. Подкрепилась я. Идемте с вами гулять по молу. Так, в какой магазин пойдем? Ти Джи Мэкс, Холмс Гуд или Фуд Лакер? Да. Решила первым делом пойти в Холмс Гуд. Где я поменяю тарелку. И где я хочу посмотреть эту же сковородку для мужа. Если сковородку не найду, то в Ти Джи Мэкс там тоже есть посуда. Так что посмотрю там. Идем с вами в Холмс Гуд. Сколько же здесь всего классного для дома. Это вообще какой-то рай для хозяев. Все такое классное, все такое красивое, все такое нужное. Так, а я иду в отдел со сковородками. Вот отдел со сковородками, кастрюльками. Но такую сковородку, как я ищу, я не вижу. Ну что, как говорил герой известного нам фильма, будем искать. А сковородки, конечно, шикарные. Ну давайте ради интереса на цены посмотрим. 24 доллара. Сковородку я не нашла. И я в отделе одноразовых тарелочек. Так, выбираю тарелки. Как же тяжело выбирать, когда такой большой выбор. Смотрите, увидела вот такие. Но как-то эти не очень. Как они мне нравятся? Мне не нравится, что они бумажные. Так, я вам уже говорила, что у нас на Рождество будут суши. Вот сначала думала купить вот такие. Это одноразовые тарелки, но они пластмассовые. Очень красивые. Но потом увидела вот эти. Они именно, видите, написаны чай мисс. Китайский. В таком китайском стиле. Может быть, взять вот эти вот, да, для суши. Они небольшие. Для суши не нужны большие тарелки. Мне кажется, вот эти будут отлично. Сколько они стоят? Как раз говорят, прайс-чек. 3,99. Гуляем дальше. Я возле полочек с рождественскими тарелками. Вот это мне очень понравилось. Мне же надо поменять ту тарелку. Видите, то же самое. Такая же проблема. Их, наверное, покупатели роняют. Видите, какая же симпатичная тарелка. Но она тоже надбита. Я смотрела вот эту, но она сильно большая. Вот есть точно такая же, но мне не нравится эта расцветка. Я вот такую нашла. Видите, то же самое. Смотрите, в двух местах она надбита. Выбирала, выбирала. Думала, вот эту взять. Ну, какая-то она, не знаю. Может быть, темная слишком. Нет. Решила взять вот эту вот. Ее можно и для сыра использовать, и для печенек. Можно просто сложить печенье на эту тарелку. Она очень симпатичная. И стоит точно так же. 12,99. Беру вот эту. Это я уже в другом магазине. Магазин Adidas. Ребятки, какие-то невероятные скидки у нас сейчас. 70% скидка. Вы представляете, на все, что в этом магазине. 70% скидка. Обувь, одежда. Все. Adidas. Смотрите, какие кроссовки шикарные. Просто шикарные. А я взяла вот такие. Вот мне так они понравились. Зеленые с розовым. Хочу померять. Правда, восьмерки нет. Ну, померяю семь с половиной. Вообще, кроссовочки люблю покупать немножко больше. Вообще, у меня семь с половиной. Но кроссовки покупаю восьмерку. Вот тоже какие классные. Вот какие кроссовочки. 70% скидка. Это ж вообще даром. Смотрите, сколько обуви. И мужская, и женская, и детская. А вот какая красота. Ну, конечно, это не мой стиль. Но необычные кроссовки. Ну, давайте померяем. Вот эти вот. Мне они так понравились. Мне кажется, они будут на меня маловаты. Посмотрите, какие симпатичные. Правда? Вы знаете, что это мой размер. Они на мне сидят просто идеально. Ну, что вы думаете? Что вы скажете? Правда, симпатичные? Надо спросить на кассе, сколько они будут стоить. Давайте посмотрим, какая цена на них. На них цена 110 долларов. 70% скидка. А ну-ка, скажите, сколько они будут стоить? Не знаю, подумаю. А еще хочу померить вот такие вот брючки. 75 долларов. Так интересно, сколько они будут стоить? Нужны мне они? Не нужны? Ну, видите, они расклешенные внизу. Ну, давайте померяем. Вверху они, конечно, идеально сидят. Но внизу это ужас какой-то. Как клоун. Нет. Не хочу я такие брюки. Были бы они вот здесь вот заужены. Было бы совсем другое дело. Сейчас такие расклешенные. Уже не в моде. А сверху, конечно, идеально. Не успела глазом моргнуть, как уже стемнело. В пару магазинов зашло. Уже темно. Ой, тут ребята в футбол играют. А я иду. Последний мой магазин. Я была в нескольких магазинах. Кое-что купила в еще одном. Я покажу вам уже дома. И иду вот в Тиджи Мэкс. Это у меня будет последний магазин. Но там я хочу посмотреть много-много вещей. Там, наверное, я проведу много времени. Боже, меня чуть мечом не ударили только что. А что-то мне сегодня не везет. Найти те подарки, которые я запланировала. Вот нет той сковородки, которую я ищу. Мне кажется, я сто раз видела такие сковородки. Но вот когда надо, ты их найти не можешь. Ну что делать? У меня есть еще один магазин на примете. Правда, он не в этом моле. Это нужно ехать в другое место. Но нет такой сковородки. Ну что сделаешь? После стольких часов шопинга решила выпить кофейку. Декабрь месяц, а я пью холодный кофе. Фрапучино, мой любимый карамельный. Вот это кофе. Конечно, кофе, который я брала сегодня в саббой, был ужасный. Его просто выбросила. Вот это кофе. И заметьте, сижу на улице, потому что внутри не было столика. Но не только я. Здесь еще много людей сидят на улице. Представляете? Сегодня 8 декабря. Пью холодный кофе и сижу на улице. Вот такая у нас зима в Нью-Йорке. Пью холодный кофе и сижу на улице.